Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все новых и новых поклонников Многие люди мечтают начать охотиться Но боятся долгих И как они считают сложных процедур Оформления разрешительных бумаг Или банально не знают С чего начать Сегодня мы расскажем вам о том Что нужно сделать и куда пойти Чтобы стать полноценным охотником И выйти в лес на полных правах На данный момент у меня нет никаких Лицензий, разрешений и охотничьего билета Поэтому я могу только стрелять С прокатного ружья По тарелочкам и мишеням В стрелковом комплексе Под присмотром специалистов Спасибо большое А так хочется поохотиться по-настоящему Поэтому сегодня Мы вместе с вами пройдем по всем инстанциям Получим различные разрешения и лицензии И к концу нашей программы Станем настоящими легальными охотниками Я, дежурный по Кубани Следуйте за мной и никуда не сворачивайте Некоторые люди наивно полагают Для того, чтобы заняться стрелковым промыслом Нужно лишь раздобыть огнестрельное оружие Например, дедовский трофейный маузер Или мушкет Из которого ваш предок бил солдат Наполеоновской армии Затем пойти в любой подходящий лес И начать поджидать дикого зверя Но, к счастью, такое поведение Выходит за рамки закона И в лучшем случае подобная охота Вернется для вас серьезным штрафом Порядка 50 тысяч рублей А в худшем – лишением свободы Да, и ежу понятно На которого у нас, кстати, не охотятся Что нельзя просто так взять любое оружие И начать стрелять в диких животных Для этого нужны соответствующие документы И разрешения К тому же, человек, который только планирует Стать охотником Должен быть абсолютно здоровым Поэтому сейчас едем в районную поликлинику По месту жительства И заверяем это документально Итак, чтобы сделать первый шаг К получению охотничьего билета Мы обращаемся в поликлинику За получением медицинской справки Формы 046-1 Для этого вам нужно иметь при себе Медицинскую карточку Возможно, она в регистратуре поликлиники Паспорт Военный билет, если он у вас на руках Черно-белую фотографию Размером 3х4 В кассе поликлиники вам необходимо будет Оплатить услуги по оформлению справки Взять бланк и пройти врачей Давненько я не был у врачей Может, заодно и подлечусь Кто последний к окулисту? Я за вами Каждый из трех специалистов проводит осмотр Заглядывает в вашу медкнижку И, убедившись, что вы здоровы Ставит печать и расписывается в бланке Которую вы носите по кабинетам В этой бумаге должна также появиться печать Из психиатрического диспансера Которая подтвердит, что у психиатра Вы на учете не состоите Затем придется повторить процедуру Уже у нарколога Когда все врачи пройдены Возвращайтесь обратно в поликлинику Теперь мою справку заверят печатями И все, она готова Но прежде чем уйти Я решил порасспрашивать Председателя водительской комиссии Городской поликлиники номер 4 Хуака Ларису Александровну Здравствуйте Здравствуйте Сразу первые вопросы Какие трудности могут возникнуть у граждан При получении справки 046.1 Это трудности первая Это противопоказания Медицинские противопоказания У врача-психиатра Противопоказания медицинские У врача-нарколога Если будет выявлено при обследовании Что-то И противопоказания у врача-окулиста То есть у врача-окулиста Остротозрение маленькое Которое не будет коррегироваться Ни очками, ни контактными линзами И сужение полей зрения Более 20 градусов А также если у гражданина, который хочет получить оружие Один глаз не видит, а другой видит Но ниже 0,7 То есть ниже 0,7 строчки В очках или без очков Если не будет коррегироваться Если у него, допустим, будет зрение 0,5 То есть пятую будет строчку Или вторую, или третью То он тоже будет негоден В получении медицинского заключения на оружие Важная информация Если в настоящий момент вы состоите на учете В психоневрологическом или наркологическом диспансере То медицинскую справку вам оформить точно не получится А следовательно, об охоте на данный момент можете забыть Прискорбно, но что поделать? Таков закон Ну и последний вопрос Если кто-то из врачей не хочет ставить печать Я могу подлечиться и поставить ее в другой день? Да, в принципе, такое возможно Допустим, если люди Работа людей связана с компьютером Или с какими-то другими Другая работа связана с напряжением зрения То, в принципе, может зрение снижаться Человек не хочет оружия в очках или в контактных линзах Он может отдохнуть и прийти на следующий день Или подбор очков у нас Или в оптике в любой Подбор очков для того, чтобы острота зрения была допустимой Ну что ж, первый этап мы преодолели Можно сказать, полдела сделала Теперь настал момент становиться настоящими охотниками В бюрократическом смысле этого слова Для этого мы приехали в Министерство природных ресурсов В Министерстве природных ресурсов необходимо Заявление на получение охотничьего билета Заполняйте на месте Паспорт Две фотографии, три на четыре В заявлении вы должны будете указать, что с требованиями охотничьего минимума Вы ознакомились Я советую всем прочитать эту книжечку Она тоненькая и легко читаемая После того, как вы сдали документы, вам нужно будет подождать пять дней и получить на руки охотничий билет Либо отказ в его выдаче Внимание, выдача охотничьего билета – услуга абсолютно бесплатная Узнать, как охотничий билет работает и кому его нужно показывать Мы решили у одного из сотрудников Министерства Скажите, сколько действует билет? Единый государственный билет бессрочный Кроме наличия билета, еще необходимо получить разрешение на право охоты Разрешение на право охоты в общедоступных угодьях Краснодарского края Приобретается в Министерстве природных ресурсов и в территориальных органах Госпошлина составляет 650 рублей Если у меня нет охотничьего билета, какое наказание за этим следует? За незаконную охоту, подчеркиваю, незаконная Без единого государственного охотничьего билета Предусмотрено наказание в виде штрафа с конфискацией орудия охоты Или лишение права охоты сроком до двух лет Скажите, мне нужно брать лицензию на отстрел каждого животного на каждый сезон? Параметры охоты, установленные для Краснодарского края Размещены на сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края В них оговорены сроки и порядок охоты на охотничьи виды в нашем крае Есть отведенные территории для охоты или я сам выбираю места? Очень правильный вопрос И я хотел бы акцентировать на нем внимание всех охотников Краснодарского края В Краснодарском крае достаточно особо охраняемых территорий И федерального значения, и регионального значения Подчеркну, что на территории заказников охота запрещена И незаконная охота на территории заказника образует состав преступления По статье 258 Уголовного кодекса Кроме этого, есть зоны охраны Которые расположены в общедоступных угодьях Краснодарского края Со всей этой информацией можно ознакомиться на сайте Министерства природных ресурсов Какие требования я должен соблюдать Министерство природных ресурсов? Требования Министерства природных ресурсов не отличаются от федерального законодательства Уважаемые товарищи охотники, соблюдайте правила охоты и все будет хорошо Ну что ж, можете меня поздравить Я получил первый охотничий билет в моей жизни Можно идти дальше Любой охотник должен уметь обращаться с оружием Ему нужен определенный теоретический и практический уровень Который поможет ему в этом нелегком промысле Не подумайте, это не моя прихоть, это закон Идем учиться Мы отправились в стрелковый комплекс Чтобы пройти курсы, на которых меня научат правильно стрелять Чистить, носить и хранить оружие Для прохождения обучения возьмите с собой следующие документы Паспорт Копия медицинской справки по форме 0461 Три фотографии размером 3х4 Внимание! Обучение не бесплатное Приготовьте 4950 рублей По времени на все про все у вас уйдет 6 часов Сначала вы прослушаете лекцию Затем примените свои знания на практике В конце обучения необходимо будет пройти итоговую аттестацию Пугаться не стоит Вас ждет тестирование с 10 вопросов И практические упражнения На моделирование базовых действий По применению оружия и стрельбы При положительном результате Вам выдадут акт проверки И свидетельство о прохождении курса подготовки Я прошел специальный курс обучения в стрелковом комплексе Теперь я как Рэмбо, только безопаснее Сейчас я еду в магазин за сейфом Да, друзья, у меня еще нет оружия Но мне уже нужен специальный оружейный сейф Странно, но такие правила А сейчас основные правила для выбора подходящего металлического шкафа Сейф должен быть выполнен по ГОСТу И иметь от 4 до 6 креплений С помощью которых его можно будет зафиксировать К прилегающей стене, либо к полу Толщина стенок не может быть менее 3 мм Сейф должен иметь 2 замка А также отдельный отсек для хранения патронов Который в свою очередь также запирается на ключ Позаботьтесь о том, чтобы сейф не находился Ближе чем полтора метра от отопительных приборов И не ближе чем 5 метров от источников открытого огня Важная деталь Ключи от сейфа должны храниться только у владельца оружия Постарайтесь исключить доступ широкого круга людей К хранилищу оружия Желательное, но необязательное условие Сейф должен располагаться в закрытом от посторонних глаз месте Итак, покупка сейфа мне обошлась в 4000 рублей Сейчас я везу его домой А потом сразу отправляюсь в центр лицензионно-разрешительной работы По Краснодарскому краю Ведь мне нужна лицензия на покупку А потом ношение и хранение оружия Подать заявление в отделе лицензионно-разрешительной работы Вы можете не только лично, но и в электронном варианте Через сайт Госуслуг Вместе с заявлением вы должны предоставить Паспорт Медицинское заключение по форме 046-1 Две фотографии размером 3х4 Охотничий билет Свидетельство о прохождении курса подготовки В отделе лицензионно-разрешительной работы В ходе проведения проверки по заявлению гражданина Сотрудниками отдела направляется задание для участкового Ему полагается в указанные сроки Прибыть к вам домой и провести осмотр квартиры Убедиться в наличии сейфа и соблюдении условий его установки А также условий проживания лица, претендующего на лицензию Также участковый может поговорить с соседями На предмет конфликтов и жалоб в ваш адрес С минуты на минуту ко мне придет участковый Я, конечно, сейф установил правильно Даже в доме прибрался Но все равно нервничаю Это же настоящий полицейский А вот и он Какие чаще всего могут быть причины отказа соискателю на лицензию? Причины могут быть такие, что человек имеет приводы доставления в отдел полиции За административные правонарушения Также если на гражданина приходит жалоба от соседей Что он ведет аморальный и порядочный образ жизни О чем еще должен беспокоиться будущий охотник, ожидая участкового? Оружие в сейфе должно храниться в разобранном состоянии Оружие отдельно, патроны к нему отдельно Обязательно нужно следить за тем, чтобы лицензия не была просрочена Так как регулярно люди забывают по занятости, по всем делам Бывают, в основном, законный срок не продлевают свои лицензии Поэтому их привлекает административная ответственность Ну и главный вопрос, я подхожу? Да Ура! После общения с участковым, если его вердикт положителен Вы отправляетесь в ближайшее отделение Сбербанка России Где производите платеж в размере 100 рублей Наименование платежа – сбор за лицензию разрешения на оружие После его совершения обязательно возьмите квитанцию об оплате Теперь вам остается только ждать После принятия заявления от гражданина сотрудниками отдела полиции Проводится проверка Срок проведения проверки составляет до 27 суток По заявлениям о выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия По результатам проверки сотрудник полиции выносит заключение О возможности выдачи лицензии Либо об отказе выдачи лицензии С вынесением мотивированного уведомления гражданин Итак, прошел месяц и мне выдали лицензию на приобретение гладкоствольного оружия Сейчас я в оружейном магазине, где выберу себе хорошее охотничье ружье Или, как говорит мой дед, ружье Роман, здравствуйте! Скажите, первый вопрос, я могу купить абсолютно любое ружье? Ну, если есть лицензия на приобретение охотничьего оружия То только гладкоствольное, если первый раз А так, в общем, если стаж владения у вас больше 5 лет Вы можете купить нарезное оружие, также охотничье Скажите, какой тип ружья подойдет новичку? Ну, такого понятия оружия для начинающих нету То есть, первоначально, так сказать, выбирая хобби это для себя Вы принципиально, наверное, уже знаете, на какие охоты вы будете ходить И оружие должно нравиться внешне У кого-то предпочтение к гладкоствольным ружьям, у кого-то к пятизарядкам Конечно, пятизарядные ружья, они требуют более глубокого знания, скажем так Материальной части, то есть самого ружья Работа механики и все тому подобное Более требовательна к боеприпасу Поэтому считается, что лучше взять двухствольное ружье Оно проще в обслуге и потом в эксплуатации Но это не значит, что это оружие для новичков Потому что к любому ружью надо привыкать К его, так сказать, особенностям И уже с ним охотиться, понимать, что это ружье может и что можете вы Ружье подбирают по массе тела, по весу или какое приглядится? Ну, вес у оружия примерно одинаковый Если, допустим, брать гладкоствольные ружья 12-го калибра Это где-то от 3 до 3,5 килограмма Поэтому по массе тела, ну, это все-таки не одежда И, в общем, как бы такого понятия нет Вид ружья зависит от того, на кого я буду охотиться? Если это оружие гладкоствольное То здесь больше такую роль играет боеприпас То есть дробь или крупнее, или мельче В зависимости от той охоты, куда вы идете То есть, что за дичь Если это оружие нарезное, то тут зависит, конечно, от самого карабина От калибра, потому что нарезное оружие, оно узко специализировано В гладком, так сказать, такого нет Сколько может стоить хорошее качественное ружье? Максимум, минимум? Ну, наверное, за минимум надо брать это наше отечественное оружие В принципе, оно как бы бюджетный класс такой Это от 20 тысяч рублей От 20, наверное, до 40 Иностранцы стоят от 50 и уже выше То есть, в принципе, уже там потолка нет Все зависит от того, сколько готовы на это потратить Ну и последний вопрос Какие советы дадите человеку, который собирается покупать ружье? Покупая гладкоствольное оружие, надо четко понимать, для чего ты это делаешь То есть, если становишься охотником, а не просто владельцем оружия Надо все-таки постигать охотничью премудрость Третьего, хорошо, что если будет наставник, настоящий охотник А не просто владелец оружия, с которым будешь ездить, стрелять по банкам По бутылкам, которые сами опустошить Поэтому оружие тоже, оно требует определенной внутренней культуры, дисциплины То есть, владения им Поэтому совет только такой Мой взгляд упал вот на это ружье Оно называется МР-27 и стоит 31 150 рублей Важная деталь Лицензия на приобретение гладкоствольного оружия состоит из трех корешков Два вы отдаете продавцу, а один остается у вас Помните об этом Казалось бы, все Оружие есть Сейф есть Дичь в лесах и полях тоже есть Охоться на здоровье Но, во-первых, нам никто не продаст патроны Пока мы не зарегистрируем ружье Все в том же отделе лицензионно-разрешительной работы А во-вторых, эта процедура обязательно И если мы этого не сделаем То можно считать, что весь тернистый путь нами был проделан зря Итак, в течение 14 календарных дней с момента получения разрешения на приобретение гладкоствольного оружия Вы должны явиться в отдел лицензионно-разрешительной работы с купленным ружьем для его регистрации В итоге вам на руки выдают карточку разрешения на оружие Эта карточка является основным документом, который должен быть у вас при ношении оружия и использовании его на охоте Только при наличии этой бумаги вам имеют право продавать патроны в оружейном магазине Когда лицензия будет у вас на руках, я не рекомендую вам сразу отправляться в лес на охоту Лучше посоветоваться с профессионалами Сейчас я отправлюсь в одно из охотничьих сообществ города Краснодара Ну и вам что-нибудь полезное расскажу Лично я решил вступить в одну из таких организаций Ведь помимо того, что в обществе охотников можно общаться, получать дельные советы и осуществлять коллективные вылазки Это еще и выгодно Члены таких сообществ имеют скидки при приобретении оружия и боеприпасов Чтобы стать в ряды организации, при себе вам нужно иметь паспорт и охотничий билет После написания заявления на вступление вам будет предложено уплатить членские взносы О всех выгодах моего нахождения в обществе охотников мне рассказал его председатель Член общества, который охотится на угодьях общества охотников Он оплачивает за услуги в обществе охотников меньше, чем вольный стрелок с зеленым билетом с государства Ну разумеется, любую консультацию, любую помощь мы оказываем по мере наших сил и возможностей Проводим вот такие мероприятия, как стрелковый спор Выделяем средства на проведение этих мероприятий Наши члены общества приезжают, тренируются здесь У нас есть секция работы стрелкового спорта, которую мы тоже обеспечиваем патронами, мишенями для тренировок Также у нас есть секция охотничьего собаководства, где регистрируются собаки Даются рекомендации нашим собаководам, кинологами нашими, экспертами, кинологами Имея на руках все необходимое для охоты, а в голове еще и советы опытных стрелков Я переодеваюсь и отправляюсь в специально отведенные места, чтобы начать этот нелегкий промысел Слышите? Кто-то крякает. Иди сюда Ну что ж, вот он мой первый трофей Но я не расстраиваюсь, на рыбалке у меня был такой же Ладно, как вы поняли, охотиться я вас не научу, это приходит с опытом А вот как стать легальными охотниками, напомню, берите листочки, ручки и записывайте пошаговую инструкцию Как стать охотником? Пройдите обследование в поликлинике, наркодиспансере и психоневрологическом диспансере Обратитесь в Министерство природных ресурсов и получите охотничий билет Приобретите сейф для хранения оружия Обратитесь в отдел лицензионно-разрешительной работы при РУВД вашего города Примите визит участкового Получите лицензию на покупку оружия Приобретите ружье Зарегистрируйте ружье в отделе лицензионно-разрешительной работы Приобретите патроны Получите разрешение на охоту, например, на уток в Министерстве природных ресурсов Начинайте охотиться И самое главное, будьте внимательны и осторожны Соблюдайте все меры безопасности, ведь охота – дело очень серьезное Итак, сегодня мы научились становиться настоящими легальными охотниками И поняли, что делать это достаточно просто Вот видите, оказывается, телевизор можно смотреть еще и с пользой С вами был дежурный Покубани До скорого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА